Привет фанаты Лего и любители авиации! Сегодня я вам покажу крутой внедорожный самолет, который летает в кустах. Он имеет уникальную конструкцию привода воздушного винта с большим количеством различных шестеренок. Здесь вы узнаете, что такое механизация крыла и какие могут быть варианты. Посмотрите, как выглядит самолет в сравнении с другими моделями. И несмотря на то, что дизайнер этого обалденного летающего чуда допустил незначительные ошибки, мы их легко исправим прямо сейчас. Знакомьтесь, 4298, Буш Плейн, внедорожник в мире авиации. Впервые в Лего Технике я вижу на коробке информацию о количестве деталей в наборе. На заднем плане видны кусты и стадо зебр в саванне, что наглядно подчеркивает название этого типа самолета. Деталь пропеллера в натуральную величину. Информация о том, что у этой модели есть функция вращения винта и четырехцилиндровый оппозитный двигатель. На крыле мы видим элероны и рули высоты на стабилизаторе. В комплект входит 333 деталей, 5 пакетов с номерами и лист с наклейками. Понятная инструкция со схемами сборки. На последних страницах мы видим дублирование фотографий с обратной стороны коробки и список всех деталей. На первом этапе становится понятно, что в наборе много шестеренок, но нужно проверить качество деталей и с этим у Лего все стабильно хорошо. Качество деталей отличное. Установка пинов в желтую деталь разными концами дает возможность надежно закрепить на ней две черные балки, которые являются основанием для установки шестеренок в механизме. Зеленая свободно вращается вокруг оси и передает вращение на синюю. Устанавливая дополнительную пару шестеренок. Эта комбинация дает возможность передать вращательное движение от синей шестерни на зеленую с другим передаточным отношением. На этом кадре видно, если внимательно посмотреть, что синяя и зеленая шестерни вращаются с разным числом оборотов. Пин со свободным вращением. Устанавливаем на него шестеренку. Получаем прикольный механизм, который может передавать вращение на зеленую шестерню с разных сторон. А это положение является базовым. Но шестеренки не могут вращаться в воздухе. Нужны опоры для их осей. Это очень просто сделать, но не просто придумать такое соединение. Чтобы набрать опыт, нужно как можно чаще собирать наборы лего, включающие сложные механизмы, или внимательно смотреть мои видео и ставить лайки за мои труды. Вращательное движение на зеленую шестеренку не передается, но мы наблюдаем такой момент. Если поднять серую, то механизм начинает работать. Если опустить, то зеленая выходит из зацепления. Устанавливаю зубчатую рейку так, чтобы она соединилась с синей шестеренкой, которая в свою очередь передает вращение на серую. Это устройство не только станет частью фюзеляжа, но и будет удерживать рулевую рейку в рабочем положении. Маленькая, достаточно редкая и при этом важная деталь ограничивает вход зубчатой рейки. В секретной коробочке с сюрпризом находим обычную резинку. Она выполняет роль амортизатора, который будет возвращать рулевую рейку в исходное положение. Механизм полностью готов, но связи с зеленой шестеренкой все еще нет. В чем дело? Дело в том, что механизм нужно перевернуть, и тогда зацепление шестеренок сработает. Все это происходит благодаря подвижной серой шестерни, которая волшебным образом соединяется с зеленой, когда рулевая рейка движется в одном направлении, и проскальзывает, когда рулевая рейка движется назад. Быть может, это настоящая магия. Результат первого этапа сборки. На втором этапе продолжаю собирать силовую установку самолета и подсоединяю коленвал к шестеренчатому механизму. Судя по конфигурации шестеренок, этот механизм является мультипликатором. Это устройство необходимо для увеличения оборотов воздушного винта. Мультипликатор увеличивает скорость вращения и уменьшает момент силы. Забегая вперед, скажу, что на реальных самолетах с поршневыми двигателями для обеспечения оптимальной скорости вращения винта используется редуктор. Это поршни, а это шатуны. Соединяю шатуны с коленвалом и получаю четырехцилиндровый оппозитный двигатель. Двигатель, в котором угол между рядами цилиндров составляет 180 градусов. Провожу контрольную проверку правильности работы цилиндров и приводного механизма мультипликатора. Этот тройной коннектор намекает на то, что на самолете будет установлен трехлопастной воздушный винт. Результат второго этапа сборки. Но я хочу еще раз насладиться тем, как плавно работает мультипликатор в паре с пропеллером, как тихо работает оппозитный движок и пока есть возможность без помех посмотреть на работу привода этого волшебного механизма. На третьем этапе завершаем сборку фюзеляжа. Существует несколько интересных решений и способов установки декоративных панелей, имитирующих обшивку фюзеляжа. На большинстве настоящих буш самолетов обшивка изготавливается из специальной ткани. Она натягивается на сфорной трубчатый каркас. Но есть буш самолеты, обшивка которых изготавливается из легких алюминиевых сплавов или композиционных материалов. На четвертом этапе собираю крыло самолета. Пристыковываю консоль крыла к фюзеляжу. Часть крыла от его конца до фюзеляжа называется консолью. Устанавливаю элерон. А законцовка крыла желтого цвета выглядит очень реалистично. Сборка простая, держится надежно. Элероны это подвижные элементы, которые служат для управления креном самолета вокруг продольной оси. Результат четвертого этапа сборки. На пятом этапе по инструкции колеса должны лежать отдельно. Но кто-то накосячил и засунул их в пакет под номером 5. Этот набор хорош тем, что в нем много белых деталей. Черные шины размером 34 на 14 великолепно смотрятся в комплекте с желтыми дисками. Точно такие же шины стоят на мусоровозе 42-167. Теперь у меня будет возможность строить восьмиколесные самоделки такого масштаба. Маленькое колесо хвостовой опоры самолета совпадает по размеру с колесами от дрона марсохода из набора 42-180. А тем временем моя пушистая помощница ворует детали. Смогу ли я достроить самолет? Ведь в процессе сборки я вышел на финишную прямую. Собираю и устанавливаю вертикальную часть хвостового оперения. Это так называемый киль. А это горизонтальная часть хвостового оперения. Она называется стабилизатором. Стабилизатор работает совместно с рулем высоты. А вот с рулем направления в этом наборе вышел облом. Из-за нерлига обломался его делать. Это результат пятого этапа сборки. Сборка завершена. На первый взгляд без наклеек самолет выглядит немного хуже, чем с наклейками. Обратите внимание на белые панели с наклейками и без них. Вам решать, клеят наклейки или нет. Но знайте, такой каммуфляж под зебру реально существует. Самолет с такой расцветкой хорошо виден в воздухе. Лично я долго сомневался, клеят наклейки или нет. Но после того, как я их наклеил, я понял, что принял правильное решение. С наклейками самолет выглядит очень круто. Тем более, что на наклейках есть важные надписи и знаки. Все очень просто. Ноу-степ. Это буквально означает, не наступая на это место ногой. А красный треугольник с черточкой означает, что в этом месте нельзя применять силу. Кстати, большой авиации, инструмент, которым пользуется техник, должен быть привязан к его одежде веревкой. Самолет имеет классическую аэродинамическую схему с прямым крылом и хвостовым оперением. Это моноплан с верхним расположением крыла. Крыло имеет подкос, конструктивный элемент, который используется для укрепления крыла, увеличивая его прочность и устойчивость. Данная модель самолета имеет классическую схему шасси с хвостовой опорой. На крыле есть навигационные огни, которые чуть позже мы модернизируем. В общем, самолет имеет привлекательный внешний вид. У самолета несколько функций. Главное из них это вращение воздушного винта, которое происходит благодаря уникальному механизму. Нажимая толкатель с правой стороны фюзеляжа, механизм приводит в движение коленчатый вал четырехцеплендрового оппозитного двигателя, на котором установлен трехлопастной воздушный винт. Все выглядит очень круто, а работает еще круче. У самолета много функций регулируемых ручную. Например, можно открыть капот. А вот, смотрите, как работают элероны. Они управляют креном самолета вдоль продольной оси. Но поскольку этот самолет является бушем, то эти же элероны должны уметь отклоняться вниз, выполняя функцию закрылков. А значит, мы с уверенностью можем сказать, что в данной модели у самолета не элероны, а флапероны. Флапероны это комбинированные аэродинамические элементы, которые сочетают в себе функции закрылков и элеронов. На стабилизаторе мы видим рули высоты, которые отклоняются вручную. У самолета есть колеса, поэтому мы можем играть с ним, катая его по поверхности. Или играть в воздухе, выполняя фигуры высшего пилотажа. В сравнении с другими моделями буш-самолет выглядит отлично, да и космический корабль тоже красавчик. А вот так летающий баги выглядит вместе с баги для гонок по бездорожью. Безусловно, у владельца буш-самолета должна быть красивая тачка, а из мусоровоза мы будем доставать белые детали для модернизации самолета. К недостаткам я отношу отсутствие поворотной хвостовой опоры. Непонятная деталь синего цвета в том месте, где могли бы стоять белые навигационные огни. Нет руля направления. Белые посадочные огни установлены не на том месте. Большая щель между крылом и элероном. Приступим к модернизации. Для начала поменяем колеса на больший диаметр. Лучшие колеса для этой цели от комбайна. Они такого же размера как настоящие. Большие колеса нужны для коротких взлетов и посадок на неподготовленной местности. Огни посадки я слегка модернизирую, чтобы они смотрелись ярче. Для этого в прозрачную деталь я установил кусочек белой бумажки. Вот смотрите как получилось. Заодно я поменял белые огни на цветные навигационные согласно международным нормам. Слева по ходу движения должен быть красный, справа зеленый. Устанавливать белые фары над кабиной пилота это грубейшая ошибка дизайнера Лего. Так как луч света будет попадать на пропеллер и затруднять видимость для пилота. Но для понта пойдет. Лучше установить белые посадочные огни под фюзеляжем либо на стойках шасси. Очень хорошая идея установить белые посадочные огни на крыле ближе к законцовке. Но эти фары не должны заменять цветные а эту непонятную синюю деталь меняю на прозрачную. По размеру и форме она совпадает с синей. Это будет белый навигационный огонь расположенный на хвостовой части самолета согласно международным нормам. Очень легко устранить щель между крылом и элероном. Вот посмотрите как я это сделал. Все это пространство я заполнил белыми коннекторами. А если коннекторов мало то можно применить такую инфигурацию. Модернизированный элерон выглядит достаточно круто. Здесь я показываю образец установки закрылка. Он находится на части крыла которая ближе к фюзеляжу. Закрылок может отклоняться только вниз. За счет увеличения кривизны крыла увеличивается подъемная сила. Щель между крылом и закрылком допускается. Так как закрылок выдвигается из крыла увеличивая его площадь. По секрету я вам скажу что закрылки могут быть двухщелевые и даже трехщелевые. Но если щель из условия дизайна вас раздражает то ее очень легко заполнить вот такой комбинацией коннектора и втулок. модернизация модернизация элерона как видите этот элерон занимает часть крыла которая ближе к законцовке этой площади элерона вполне достаточно чтобы управлять самолетом по крену вдоль продольной оси щель между крылом элероном отсутствует на этих кадрах я показываю образец как я модернизировал флаперон вы видите что щель отсутствует а на левой части крыла показываю образец как я установил закрылок и отдельно от него элерон элерон может и должен вращаться независимо от закрылка в обоих случаях щель отсутствует а это вариант модернизации хвостового оперения здесь видно как я установил руль направления согласен что киль мог бы выглядеть красивее но раз это не смог сделать дизайнер лего то мой результат можно считать приемлемым для понимания что на килле должен быть руль направления для модернизации самолета пришлось разобрать мусоровоз и брать некоторые детали из космического корабля в заключение хочу сказать что этот самолет обалденный всем кому интересна авиация с деталей лего рекомендую собрать этот набор этот самолет открывает новый плейлист в котором я буду показывать обзоры наборов на авиационную тематику самолеты вертолеты гражданские военные самоделки обязательно будут так что я прошу вас подписаться на мой канал а в поддержку моего творчества прошу посмотреть это видео полностью и поставить лайк не стесняйтесь писать любые комментарии до встречи в новых видео до встречи до встречи Продолжение следует...